Друзья мои, добрый вечер! Сегодня у нас были эфиры с Венеры Байжигит, основателем GSC Study. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился за рубежом, обязательно посмотрите этот эфир. Второй у нас эфир был партизанский маркетинг с Александром Левитасом. Это очень крутой маркетолог в СНГ. Живет он, оказывается, в Израиле, я не знала. Поэтому посмотрите. И вот Александр должен прилететь в июле в Нур-Султан. Тахир Юсупович присоединяется к нам. Тахир Юсупович, добрый вечер! Очень рада вас видеть, очень рада. Вы в гостях у Гули или как у вас карантин проходит? Прекрасно, прекрасно. Нет, я дома. Я дома. А, то есть Гули пришла к вам в гости, да? То есть они у вас в карантине? Они у нас здесь все, значит, и вся ее семья, вот. И двое детей, и зять. В общем, мы все здесь вместе. В общем, сбылась моя мечта. Тахир Юсупович, я вот, кстати, очень люблю, когда слушаю ваши лекции, когда у вас на семинаре, да, на тренинге. Мне очень нравится всегда слушать. Я всегда думаю, а как интересно он поступает. Мне всегда интересно, когда вы из жизни приводите примеры, как вот именно вы воспитываете своих детей и своих внуков. Я никак не могу забыть историю, как вы со своим зятем летели в Америку в самолете, и вы его загрузили таким вопросом, что-то там с Джоном Кеннеди связанным, дали ему задание, чтобы он что-то там должен был выяснить. То есть вы всегда работаете над тем, чтобы отношения в семье были правильные, да? Меня удивило просто. Меня Джон Кеннеди вообще нравится еще со школьных лет, вы не поверите. Это же было советское время. Вот. А я был секретарь комитета комсомола школы. И выступая с докладом на комсомольском собрании, когда много, все-все старшеклассники, и я им рассказывал о Джоне Кеннеди. Я был удивлен. Думаю, как этот человек сумел такое все сделать, понимаете? И будучи в Вашингтоне, конечно, мы поехали с зятем, с тем, который там. И, значит, были в музее НАСА, были на Арлентонском кладбище. И каждый раз меня вот это все интересовало. Там крутится это его выступление в Конгрессе США, где он сказал, что цель Америки первыми в концу десятилетия вступить первыми на Луну. Понимаете? Но это же смарт. Это и есть чистый смарт, о котором всегда говорят в бизнес-школах. Как понять, насколько ясная конкретная цель, понимаете? И вот там очень много было всего. Самый для меня был потрясающий момент, конечно, это буковка A, achievable. Сегодня многие об этом думают в рамках карантина, в рамках того, что случилось со всеми неожиданно. Да. А все-таки achievable, достижимо это или недостижимо? И как объяснить? Тут очень важно понять саму ситуацию. Когда он вернулся в Белый дом из Конгресса, он сидит, значит, в своем кресле, в обывальном кабинете. Вот. К нему вбегают его друзья, члены команды. Он же первый сделал команду. Не было до него никаких команд управленческих. Это был Джон Кеннеди. И они прибегают к нему, говоря, слушай, Джон, ты что натворил вообще? Ты хоть бы посоветовался. У нас же нет столько денег, чтобы туда полететь, на Луну. Он так смотрит, улыбается, смотрит на члена команды и говорит, слушай, а ты что, уходишь, что ли? Ты больше не хочешь быть министром финансового? Второй прибегает. То же самое только по поводу образования. У нас нет такой системы образования еще. Он говорит, ты что, пишешь заявление? Ты больше не хочешь с нами вместе? И вот становится понятным, что achievable это не просто достижимое. Это, первое, вера в идею, вера в себя и вера в своего лидера. Вот если эти все три веры собираются вместе, то мы, конечно, полетим на Луну. Безусловно. Даже если это кажется недостижимым сегодня. Понимаете? И мне стало интересно. Я говорю, слушай, надо узнать, надо узнать, откуда к нему пришла эта идея. Потому что любой человек, он живет благодаря мечте, которая у него появляется очень рано. Может быть, даже в детстве. Понимаете? И многие политики реализовывали ту мечту, которая была в детстве. Но мы так и не нашли. Вы знаете? Мне нравится, знаете что? Что вот, как правило, ну не знаю, вы тесть, да? То есть и у вас есть зять. Тесть с дятем обычно, ну так, не сильно заморачиваются, да? Там, чтобы говорить о Джонни Кеннеди. Но вот я слушаю вас каждый раз. Вот сколько раз я с вами виделась. Не всегда я, то есть я вижу, что вы же это тоже делаете где-то намеренно, да? То есть вы выстраиваете какие-то другие отношения с зятем, другие отношения у вас с дочерьми, да? Внуки. Я помню, когда я задала вам вопрос, о чем вы мечтаете, да? Вы сказали, я мечтаю собрать лайфбенд со своими внуками, чтобы кто-то играл на барабане, второй там на гитаре, и там кто-то поет. То есть вы, не знаю, вы для меня вот идеал мужчины, который вот как-то умеет создавать правильный климат. Вы тот самый мудрец, у которого нужно учиться, как правильно создавать семейные ценности. Динара, Динара, они для меня не зятья. Они для меня уже не дочери. После того, как они создали свои собственные семьи, они для меня родители моих внуков. А, вот оно что. Вы думаете, что я делаю? Думаете, я ради них это делаю? Ничего подобного. Я это делаю для внуков, потому что информация должна проходить через поколение, понимаете? Это очень круто. Ну, это очень круто. И вот как раз сегодня я хотела бы с вами поговорить по поводу воспитания детей, потому что я видела, что у вас есть тренинг, да, что если ребенка любишь, ему не нужен психотерапевт. Но хотя я слышала историю о том, что как ребенка не воспитывай, ему все равно будет о чем поговорить с психологом. Ну, это было название моего интервью, которое взяли студенты журфака МГУ. У студентов есть своя газета. Она так и называется. Татьянин день. Татьянин день. Причем название само по себе ведь говорящие, очень звучащее название. Почему? Потому что есть такая легенда, что когда Елизавета Петровна, императрица, поставила задачу перед своим фаворитом, графом Шуваловым Иваном Ивановичем, о создании Московского университета, то он довольно долго тянул с этим вопросом. И она все время его вызывала к себе и говорила, слушай, ну где университет-то? Мы же с тобой договорились. Да. Вот. А он говорил, матушка, подождите, я готовлюсь, тут это все не так просто. Вот. И, наконец, 25 января по нынешнему стилю, значит, в 1755 году он приносит ей проект указа. Она подписывает, говорит, ну слава богу, ну наконец-то хоть состоялось то, что я вас просила. И только потом она поняла, и все мы поняли, да, что он это сделал в день именин своей матери. Его маму звали Татьяну. Он не просто создавал университет, который станет, ну таким всемирно известным университетом. Он увековечивал память своей собственной мамы. Поэтому, когда вы говорите отношения между родителями и детьми, они бывают очень интересными, они бывают настолько неожиданными. Понимаете, что в этой газете Татьянин день меня спрашивали про филиал Московского университета в Ташкенте. В 2006 году мне поручил ректор, наш уважаемый Виктор Антонович Садовничий, поручил, значит, создать филиал Московского университета в Ташкенте. Вот. Ну, это такая общественная для меня очень важная такая работа. Это даже не работа, нет, конечно. Это скорее, знаете, миссия такая. И там у меня происходило много разных случаев. И они стали интересоваться, как там это все создавалось, что было. Потому что на пустом месте мы построили здание. Ну, казалось бы, на пустом месте. На самом деле, ничего на пустом месте не бывает. Всегда что-нибудь предшествует. Такого не бывает. Может быть, только самый первый взрыв, который родил эту вселенную. Вот, может быть, до него, и то, я думаю, до него тоже что-то было. Всегда надо искать вот эти корни. Всегда надо искать какие-то причины. И вот я вспомнил там случай, а все события, они между собой еще взаимосвязаны. Потому что я про этот случай рассказывал как-то в Астане. Это еще была Астана. Это еще не Нур-Шултан, было несколько лет назад. В Астане был мастер-класс, и я про этот случай рассказал. И как бумерангом возвращаются какие-то интересные события. А случай в чем состоял? Поступал мальчик из какого-то села на математику прикладную. И на 10 баллов написал письменную работу. Из 10 баллов. Это я вам скажу, просто необыкновенная вещь. Это как Нобелевская премия. Этой комиссии невозможно сдать так. Просто я не знаю, как знать надо математику, чтобы так сделать. А он это сделал. Дальше было не очень у него успешно. И в общем получался контракт. То есть получалось, что он только на контракт мог поступить. Но они были из села, у них денег не было. И они с матерью стали искать спонсора. И ко мне обратились студенты. Говорят, что вы знаете, вот такая звездочка. Надо обратить на него внимание. Я говорю, давайте, приглашайте. Они приходят с мамой. Мы сидим, пьем чай. И я ей задаю вопрос. Я говорю, скажите, уважаемая, что такое... Я говорю, я не знаю, уже для меня это большой успех. Вот то, что случилось, это уже потрясающий успех. Я вас поздравляю с этим. Что будет дальше, не знаю. Но вы мне скажите, что вы такое сделали, чтобы такой получился сын? Вот что это было? Она стала стесняться, говорит, да нет, ничего особенного. Да ну что вы. Ну, типа, как сейчас многие говорят, там, ну, главное любить. Ну, вот что-то вот такое. А меня же интересует конкретика, в чем тут секрет успеха. Должен быть обязательно. Вот, и в конце концов, я все-таки добиваюсь своей цели. Она говорит, вы знаете, вот он, когда начал говорить, в отличие от всех остальных детей, он очень много задавал вопросов. Вот у него были вопросы про все. Вот что он не умеет, же он вопрос. Что ни секунда, все время вопрос. И я почему-то решила, не знаю почему, я решила, что я должна ответить на все вопросы. И я стал ему отвечать. Я все бросаю, готовку, стирку, я поворачиваюсь, отвечаю на его вопросы. Потом я чувствую, у меня не хватает знаний. У него вопросы такие, на которые я не могу ответить. Я говорю, подожди, сынок, я убегаю к соседям, узнаю, возвращаюсь и отвечаю. Потом соседей тоже стало не хватать, понимаете. И они уже исчерпали свой ресурс. Я пошла в библиотеку, записалась, взяла энциклопедии, принесла домой. И я стала отвечать на его вопросы. И вот, говорит, я не знаю, но вот такое было. Ну, еще было второе. Вы знаете, мне почему-то казалось, что не надо ломать характер. Вот есть у него характер, но не надо ломать. Вот и все. Я говорю, ничего себе, вот и все. Это же и есть самое важное, что может быть. Может быть, это и есть ключевая вещь. Дело даже, может быть, не в тех конкретных ответах, которые вы давали. Здесь важнее другое. Важнее, что вы обращали внимание на него, на его вопросы. Его вопросы были для вас ценны. И он понял ценность своих вопросов для вас. И ценность себя для вас одновременно. И вот такой был случай. Я в Астане тоже про это рассказал. И в интервью он приведен. В этой газете «Татьянин день». И в Астане интересная история. Я заканчиваю. Все, мы завершили. Попрощались. Я выхожу на улицу. Ко мне подходит молодая девушка. И говорит. Вы знаете, у меня есть дядя. Родной дядя. У него двое сыновей. И вот мы все время удивляемся. Мы говорим. Слушай, как ты их воспитываешь так? Что ты такое с ними делаешь? Что они у тебя такие вот... Ну, замечательные ребята. Вот всем они нравятся. Они и воспитанные. Они и современные. Вот все как-то в них гармонично. И он ей говорит. Ты знаешь, я не помню фамилию. Какой-то был профессор из Москвы. Он рассказывал историю про мальчика, которому мама отвечала на вопрос. И я решил. Я возьму эту идею и попробую реализовать в своей семье. Так это, оказывается, вы, говорит она. Я говорю. Не знаю. Может быть, я. Может быть, еще кто-то. Но самое главное, что ваш дядя сумел взять и использовать ну, в интересах своих детей для развития своих детей какую-то идею. Вот такая получилась история. И они это опубликовали под названием «Если ты любишь своего ребенка, то тебе психотерапевт не понадобится». Но это же правда. Если ты в контакте со своими детьми, то у тебя не будет с ним проблем. Да? Потому что, когда ребенок начинает что-то творить плохое, да, то есть он же просто говорит «Мама, обрати на меня внимание». Ну, я не знаю. Я бы не хотел, чтобы была такая семья, в которой нет проблем. Вот. Особенно проблем между родителями и детьми. Должны быть проблемы. Ведь проблема – это что? Проблема – это противоречие. Противоречие всегда есть. Разные поколения, разные взгляды на одно и то же вроде бы. Поэтому без проблем я себе не представляю. Но вопрос ведь не в том, есть проблема или нет проблемы. Вопрос в том, как она решается. Что лишь в основании этого решения. Потому что проблема, она всегда состоит из какого-то, какой-то правдоподобности, вариантов ответа. Все варианты вроде бы правдоподобные. Но какой вариант мы выберем? Ответа на вопрос, понимаете? И здесь очень важно, чтобы мы увидели в другом человеке, человека, который… Ну, вот я это называю собеседник. Вот если мы хотим, чтобы у нас получилось… Я не думаю, что это такая сложная задача. Ничего сложного нет. Просто ребенок, который родился, хорошо бы, чтобы он стал собеседником вашим. Чтобы вам было, о чем с ним поговорить. Это очень важно, да. Чтобы ему было с вами интересно. Вы понимаете, они же, они несутся вперед. Они видят мир по-другому. Там другие скорости, там другие краски. Вот, и представьте себе, нам кажется, что мы так очень быстро хотим убить муху, понимаете? Вот мы движемся там и бьем себя по плечу, там еще по какому-нибудь части тела, чтобы убить муху. А для нее это выглядит в картине ее восприятия, как, вы знаете, такое легкое движение. Поэтому она успевает убежать. Вот и у них, у них другие скорости. Это с одной стороны. С другой стороны, у них другая этическая система. Другое представление о справедливости, другое представление о порядочности. Вот мы на днях в рамках вот этого замечательного, на мой взгляд, проекта «Березка», который ведет Гули Базарова вместе с Аней. И они, значит, собирают родителей, детей вместе. Вот сейчас мы в Нижний Новгород не смогли поехать в связи с карантином. Но все равно собрали людей в дистанционном формате. И для родителей важный вопрос – доверие. Можно ли, причем доверие в каком смысле, можно ли доверять ребенку? А у меня вопрос – а вам можно доверять? Вот вам, взрослым, ребенок может доверять? Ведь это улица с двусторонним движением. И мы стали выяснять. Говорю, хорошо, представьте себе, что вы доверяете, представьте себе человек, которому вы доверяете. Вот что это такое? Что в нем есть? Почему вы ему доверяете? Вот что такое? Вот первый раз видите человека. Вы пришли, я не знаю, в поликлинику. Вы пришли в магазин. Вы пришли, ну, куда-то пришли, где видите первый раз человека. По каким характеристикам у вас возникает вот это первое доверие к человеку? Понимаете? Ну, если он компетентен, вот, например, если я прихожу к врачу, и я вижу, что он компетентен в своем вопросе, то он вызывает у меня доверие. Динар, Динар, с вами сложно говорить, потому что вы ответы практически все знаете, всего профессионализма, понимаете? Да. Там три фактора, которые мы всегда отмечаем. Первый, ты бы назвали, компетентность. Второй фактор – это порядочность. Но порядочность не только в этическом смысле. Порядочность как организованность. Человек все делает вовремя. Он надежный. Он берет на себя ответственность. Понимаете? На него можно опереться, а не так, что договорился и провалился. Нет, нет, нет. Да. Это такое. Теперь третье. Ну, иногда мы называем это человечность. Человечность в том смысле слова, что я в другом вижу человека, я в другом вижу индивидуальность, я в другом вижу разные миры, которые есть, в которых он живет. Понимаете? И я поворачиваю вопрос к родителям. Мы сначала договорились про эти три фактора, а теперь я говорю, давайте переоцените себя. Насколько вы компетентны? Вы можете сказать, что вы для ребенка компетентны? Это же не ваше знание химии или математики, что вы не можете уроки сделать. В чем ваша компетентность? Можно сказать, что вы надежный человек? Вот ребенок может на вас положиться? Он может увидеть вот эту ответственность, что договорились, значит оно так и будет. И третье, можно ли сказать, что вы эту индивидуальность видите? Вот такой получился у нас разговор. И мне кажется, это очень важно. Понимаете, как говорил в свое время Ролан Быков, помните, замечательный актер, режиссер советский, он сказал как-то так парадоксально, мы с детьми себя ведем, как с таксистами. Я тоже закатил глаза вверх, думал, при чем здесь таксист? Какая связь? А он очень простая. Мы разговариваем в такси, думая, что таксист нас не слышит. И то же самое мы делаем с детьми. Мы общаемся, ведем себя каким-то образом, как будто их нет. А они есть, они все это видят. Они видят все гаджеты, с которыми сидят родители. Они видят отношения, которые выстраивают родители. И потом, естественно, воспринимают это как некий стандарт, как некую норму, которую потом используют в жизни. Самое интересное, бумерангом возвращается к самим родителям. И поэтому удивляться тут нечем, откуда это взялось. Понятно, откуда? Вот когда мы в последний раз встречались в феврале в МИПе, в Москве, мы с вами говорили о том, что, вот помните, когда мы пошли в ресторан на ужинах, мы заговорили о том, кто должен гордиться, родители детьми или дети должны гордиться родителями. Я сказала, что, наверное, вы сказали, что дети должны гордиться родителями, что это очень важно. То есть есть же стереотип, что родители должны гордиться детьми. И вы мне рассказали вот эту историю, когда Гули выходила замуж, по-моему, Гули, да? Или Камила? Да-да-да, Гули. Гули выходила замуж, и что вот вы думали, что какой тост вы скажете на свадьбе своей дочери. И вот тогда вы вот эту фразу произнесли, и я задумалась действительно. То есть нам всегда говорят, что родители должны гордиться детьми. Мы, реально дети, должны гордиться своими родителями. Я вот в этом сейчас тоже убеждена. То есть ты должен быть примером для своих детей. Но я-то имел в виду не то, что вот прямо. И те, и другие должны гордиться. Я думаю, это нормально. Я говорил о том, что на чем может быть построено воспитание. Очень сложно построить воспитание на том, что родители должны гордиться детьми. Тогда вроде какие-то есть у детей обязательства перед родителями, понимаете, а у родителей нет. И мне пришло в голову, я не знаю, может быть, это и не так. Я еще недостаточно прожил, у меня недостаточно опыта, понимаете. Пока мой опыт к 65 годам меня привел к тому, что самый лучший вариант воспитания, если ты будешь делать все, чтобы дети тобой гордились. Не надо, чтобы они гордились, об этом тебе говорили. Это твой внутренний наказ самому себе. Вот то, что ты сейчас делаешь, интересно, это вызовет гордость у твоих детей или нет? Вот то, что ты сейчас написал, вот эта статья вызовет у них гордость или нет? Вот эта встреча, которую ты сейчас проводишь с Динарой, это вызовет гордость у них или нет? Вызовет. Вызовет у моих тоже. Вот о чем идет речь. Тогда у тебя из сообщества людей должно быть такое. Твои поступки должны быть такие, понимаете. Я об этом говорил, а не то, что важнее. Это каждый пусть сам определяется, что ему важнее. Но с точки зрения поведения собственного, иногда у меня просто спрашивают, скажите, а вот как лучше себя вести в этой или другой ситуации? Взрослые люди спрашивают. Если они до этого возраста еще не поняли, как надо себя вести, то это для меня первый уже знак. А второй, надо помочь, надо помочь, надо рассказать. Вот тогда для этих рассказов, как раз для вот такого типа помощи, вот эти случаи подойдут. Вы знаете, вот у нас был эфир с Шамилем Аляудиновым. Он тоже сказал такую вещь, что когда к нему, ну, когда он приходит в мечеть, он же работает имамом в московской мечети. Да, да, да. И к нему подходят люди, там, 40 лет, его сверстники, да, и говорят, помогите там финансами. Я, говорит, хочу задать им вопрос. Вот что ты там до 45 лет делал, да, что у тебя нет ни денег, ни родных, ни семьи, да, ни друзей. Какой-то, говорит, такой, как же он сказал, гнилой человек, что ты вообще к 45 годам ничего себе не нажил, да. Вы вот как психолог, как профессор МГУ, как доктор психологических наук, да, вообще вот можете порекомендовать? Ну, люди разные. Вот вы мудрец, вы для меня как Далай-Лама, знаете, как Познер, да, то есть вы такой мудрый человек, с которым реально очень круто находиться рядом. И вот каждый раз, вот когда я с вами нахожусь, там, либо на лекции, либо просто рядом, я ловлю каждое ваше слово, потому что я в будущем, в своей старости, да, тоже хочу быть такой мудрой женщиной, да, которая всегда может посоветовать, дать какой-то дельный совет. Но вот не каждый, к сожалению, люди живут, там, как вы сами сказали, да, там, и до 50, и до 60, и до 80. Ну и что, что он пожилой, но он не мудрый, да, то есть он, может быть, к 80 годам, ну да, он пожилой, но он глупый. Вот хочется как-то жить, прожить продуктивно, и чтобы тебе не было стыдно, и твоим детям не было стыдно. Ну, я думаю, что это достойная цель. Это крутая цель. Ну, надо же осознать ее, эту цель, да, вот я, например, хочу быть как вы, да, в ваши годы. Нет, мне, если вы спрашиваете, что для этого нужно, Да, что для этого нужно? Ну, я скажу, у меня есть несколько формул, вы их, наверное, даже знаете. Есть формула 3В, воображение, внимание и воля. Есть формула 3С, это формула субъектности. Чтобы быть субъектом, надо обязательно быть самоопределенным, обязательно самоорганизованным, и синхронным. Понимаете, все мировое знание, оно вокруг нас. Оно есть. И наша задача жить в этом мире и эту информацию превращать в знания. Информация – это топливо для знаний. Вот я чувствую, что вы как раз относитесь к тем людям, которые превращают информацию в знания. Потому что вокруг много информации, и совершенно непонятно, что с ней делать. Но надо это превращать в знание. Знание, получается, через поступки. Потому что насколько просто перенять способ потребления, настолько сложно перенять способ производства. А личность создается в производстве. То есть личность что-то производит обязательно, преобразует. Без преобразования личности не бывает. Поэтому к 45 годам, если ты ничего не создал, ничего не преобразовал, то тебе сложно понять других людей. Потому что у тебя желание потреблять выше желания что-либо сделать. Вот. А оно принципиально ненасыщаемо. Понимаете? Вот получается, что вот эта амеба, которая находится в бульоне первородном, понимаете, она не насыщается. Она все время голодная. Сколько ты ей не давай, пища, она будет все время голодной. Почему? Потому что у нее одна потребность. Поэтому второе. Первое. Принимай этот мир, бери знания в нем. Второе. Это потребности. Их должно быть много. Чем больше потребностей в этом парадоксе, чем больше потребностей, то есть то, чего ты хочешь сделать, то, куда направлена твоя активность, тем больше у тебя возможностей и вероятность удовлетворить и себя, и других людей. Понимаете? Потому что одна потребность ненасыщаема. И это давно уже понятно. Поэтому люди, которые занимаются многими разными делами, они на самом деле выглядят совершенно иначе. во-первых, дольше живут, это точно совершенно. Меньше болеют, тоже точно совершенно. Им некогда, понимаете? Им просто некогда. У них масса дел, которые они должны сделать. Поэтому я согласен с имамом Московской Минчети, да, но действительно всегда надо задать себе вопрос, так, тебе сколько лет, что ты делал? что за это время ты сам сделал? Сам. Не то, что тебе передали, не то, что тебе досталось, не то, что случайно упало, да? Слава Аллаху случайно упало. Ну, а что ты сам сделал? Потому что забота как раз в том числе Всевышнего помогать тем, которые что-то делают. и тогда он идет навстречу. И люди, умеющие что-то делать и добивающиеся, они по ним, они совершенно по-другому верующие. У них другое представление о вере как таковой. Почему развивается внутренний духовный мир? Потому что физический этого еще недостаточно, что тебе 45. Достаточно. Теперь ментальный мир у тебя какой? Если у тебя ментальный мир на 20-летнего парня, это тоже недостаточно. А духовный мир у тебя какой? На уровне 14-летнего подростка? И тогда получается, что ты не можешь эти миры соединить вместе. У тебя не получается единой личности. И в этом да, проблема. Это проблема, но эту проблему тоже можно решить, Тахир Исупович, если вовремя разобраться в себе. То есть не бывает же безнадежно безнадёги. То есть безнадёжно я не знаю там плохого человека. То есть любую проблему всегда в любой даже самой безнадёжной ситуации человек даже на самом дне он всегда может подняться и поменять вообще качество своей жизни. Вообще поменять свое мировоззрение. Необратимо только смерть. Больше нет ничего. всё остальное безусловно возможность, всё остальное абсолютный потенциал, но тогда должна быть очень высокая мотивация. Человеку должно этого хотеться самому. Должна быть какая-то звёздочка или как вот есть у меня такая формула по прикосновению к мечте рождения цели. Если если и здесь вот очень большое значение имеют родители, конечно, потому что мечты зарождаются довольно рано. Если у ребёнка нет мечты, то ему сложно сформулировать цели. Понимаете, в взрослом состоянии, я имею в виду, когда им там уже за 30-40 лет вот оттуда берутся, цели берутся из мечты, достигаемые цели, интересные цели, преобразующие цели, они берутся оттуда, даже если человек уже достаточно много пожил на свете. И мне вот это кажется. И плюс, конечно, ради кого? Ради кого? Рядом с тобой должен быть вот этот самый собеседник, рядом с тобой должен быть человек, человек, люди, которые тоже являются вот этим окружением важным для тебя. и защитой, и одновременно, ну, знаете, как сейчас многие говорят в связи со сложившейся ситуацией, нам надо увеличивать, усиливать безопасность, вот, и вообще в эту сторону надо двигаться, в сторону безопасности, я говорю, подождите, безопасность это от слова опасность, понимаете. Вот чего, когда мне говорят, что сейчас будет обеспечена моя безопасность, у меня в мозгу что включается? Значит, есть опасность, есть опасность, поэтому меня хотят защитить. Давайте будем говорить защищенность, не безопасность. Человеку нужна небезопасность, ему нужна защищенность, Вот та позитивная, положительная, энергетичная обстановка, окружение, среда, которая даст ему возможность выйти из этой ситуации, даст ему возможность чувствовать себя комфортно, раскроет творческий потенциал, кстати говоря. В условиях безопасности, но даже в советское время наши выдающиеся менеджеры типа Сергея Павловича Королева, они создавали ведь, снаружи была безопасность, а внутри они создавали для своих коллег и друзей, и подчиненных защищенность. И вот в условиях защищенности, конечно же, творят люди, конечно, они могут преодолеть очень многие препятствия и проблемы. И вот сюда я бы обратил внимание, но то, что человек может, ну практически независимо от возраста, конечно, есть виды деятельности, которые специфические очень, например, балет, понимаете, вот, некоторые спортивные. Ну, извините, подождите, тут надо было начинать где-то лет сорок назад, если бы хотели добиться. Вот, но остальное, остальное, что может принести к счастью, удовольствию, гармонию с самим собой, конечно, можно в любом возрасте. Тахир Иисупович, нас сейчас смотрят пятьсот человек, давайте включим комментарии, пусть люди тоже смогут задать вопросы. Так, друзья мои, у вас есть буквально, у вас есть 15 минут задать вопросы. Тахир Иисупович, я очень надеюсь, что в России, в Москве, в частности, ситуация уладится, и я смогу тоже снова приехать в МИП. Конечно. Встретиться с вами. Да, друзья, вы можете посмотреть наше интервью на моем канале YouTube. Я начинаю скоро писать свою диссертацию, наконец-таки. Я, кстати, определилась. Время, кстати, хорошее время сейчас. Да, сейчас самое время. Спрашиваю, Тахир Иисупович, как научиться мечтать? Уберите все лишнее, что вам мешает дышать. Уберите все лишнее, что вам мешает танцевать. Найдите то место, где это делать комфортно для вас. Смотрите. Помните Утючева. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Вот надо найти вот эту атмосферу сочувствия, совместного проживания. И как, что значит? Дышать же нас никто не учил. Мечтать нас тоже никто не будет учить. Она есть у вас. Вы ее найдите. Уберите шелуху. Перестаньте говорить себе, не думай. Не мечтай. Уйдите от тех людей, по крайней мере, ну хотя бы на полтора метра отойдите от этих людей, которые воздействуют на вас. Так, наденьте маску, на себя наденьте маску. Вернитесь к самому себе. Вернитесь. Потому что там, где вы настоящий, там мечта. Тахир Исупович спрашивает, у вас есть книги о воспитании детей? Я об этом думаю. Скоро буду. Да я бы, знаете, я ведь занимаюсь воспитанием детей, а не написанием книг о воспитании детей. Ну, напишите, пожалуйста, книгу. Тахир Исупович, вы же сейчас на карантине. Потому что столько полезной информации. Надо просто упаковать это все. Ну, я как-то не думал про это. У меня, как бы, круг моих интересов, они там в другой области. И там я пишу книги, статьи. Сейчас вот мучаюсь с одной статьей про доверие. Вот я никак не завершу, понимаете. Я имею в виду в научных журналах. Но вы можете посмотреть некие наброски, но не про воспитание, а про переговоры. Которые вот вчера, позавчера в РБК вышла статья наша про это. То есть есть разные направления размышлений. Но я это воспринимаю как некое пожелание. То, что вы сказали. Да. Но я надеюсь, что карантин все-таки не продлится так долго, чтобы я успел написать. Но набросать можно. Набросать можно. Мы будем очень ждать. Спрашивают, как убрать установки, которые ограничивают тебя? Установка – это бессознательная штука. Установка – это… Смотрите, само понятие установки возникло, впервые было описано, как аттитюд, социальная установка, двумя американскими социологами. Это еще было в начале 20 века. Причем это были Томас и Знанецкий. Они описывали, как адаптируются к условиям Северной Америки польские крестьяне. И обратили внимание, что, ты посмотри, разные представления оказываются у местных, у приезжих. Хотя, казалось бы, все занимаются сельским хозяйством совершенно разной. И была сформулирована потрясающая, на мой взгляд, формула. Ситуация познается по ее последствиям. То есть, ситуацию нельзя познать изнутри, вроде бы. И вот удивительны те люди, которые, первое, умеют познавать ситуацию изнутри. То есть, те, которые видят эти последствия. Поэтому установка, она всегда имеет три компонента. Во-первых, знание или когнитивный аспект. Во-вторых, эмоции или отношения. И третье, поведение. Поэтому, я предлагаю все три сразу не брать. Возьмите что-нибудь одно. Но сделайте это, пожалуйста. Если хотите избавиться от установки или скорректировать свою установку. Первое. Попробуйте про это узнать больше. И может быть, у вас изменится установка. Потому, что вы будете больше знать об этом явлении, об этих людях, об этих событиях и так далее. Второе. Попробуйте эмоционально изменить свое отношение. Попробуйте увидеть положительные стороны того, по поводу чего у вас есть эта готовность бессознательная. Но самый лучший вариант, это, конечно, третий. Мне больше всего нравится третий. Потому, что очень важно изменить собственное поведение. Попробуйте сделать по-другому. Значит, сделайте такое маленькое упражнение. Вот сегодня я буду все, что делаю правой рукой обычно, делать левой. Вот попробуйте. И вы увидите, что мир изменится. Все вокруг вас одно и то же. Самоизоляция. Все те же люди. Все те же предметы. Но мир изменится. Потому, что вы изменитесь. И вот это будет вам лучший пример того, что происходит с установкой. Супер. И последний вопрос. Как избавиться от заниженной самооценки? Повысить ее. Ты не разумеешь. Как научиться мечтать? А как дышать? Не, ну реально. Вот человек. Есть же еще такое понятие. Синдром самозванца. То есть человек как будто бы. Вы знаете. Я реально иногда смотрю. Такие талантливые люди. Умнейший человек. Но нет уверенности в себе. Вот знаете. Спрашивай, сколько стоит. Еще занижает свою самооценку. Свою стоимость. Да. Вот как людям, которые действительно достойны большего. Вот как им поднять свою самооценку? Больше предъявлять себя. Больше конкурировать. Не бояться этого. Выставлять свой товар на рынок. Смотреть, сколько дают за товар. Одни, вторые, третьи. Все будут давать разное. Те, которые дают меньше, спросить, почему меньше даешь. Они вам расскажут о том, чего вам не хватает. Те, кто дает больше, спрашивайте, почему даете больше. Не радуйтесь тому, что дают больше. Спросите, почему дают больше. Они вам расскажут. И для вас это будет информация о том, от чего надо бы избавиться. Понимаете? Поэтому это очень простая вещь. Вы берете простую линию, проведите перед собой. Вот пока вы на карантине. Линию проведите. И два полюса у этого отрезка будет у вас. Слева поставьте самые, справа сделайте самые умные люди в мире. А слева самые глупые люди в мире. Вот. Потом на секундочку оторвитесь от этого отрезка, посмотрите. И поставьте там где-нибудь крестик. А вы где? Вот где вы находитесь? И потом задайте себе всего два вопроса. Почему не там, где самые глупые? И почему не там, где самые умные? Но честно ответьте себе на этот вопрос. И тут же поймете, что у вас происходит с самооценкой. Я встречал людей с заниженной самооценкой, но адекватной. И это очень хорошо. Вообще адекватность это самое классное качество, которое я ценю в людях. Я обожаю нормальных, адекватных людей. Заниженная адекватная самооценка, я вам скажу, намного лучше, чем завышенная неадекватная. Я, кстати, тоже так думаю. Тахир Юсупович, я обожаю вас, я ваша фанатка. Я очень люблю вообще слушать вас, могу бесконечно вас слушать. И очень хочу поскорее вас увидеть, либо в Нур-Султане, либо в Москве. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья. Друзья мои, Тахир Юсуповича, к сожалению, нет в Фейсбуке. Ой, в Инстаграм. Но Тахир Юсупович есть в Фейсбуке. Да, туда меня привели за руку. Но Базарова, ваша дочь, пусть она вам откроет сегодня Инстаграм. Потому что, Тахир Юсупович, ваши знания, вам нужно делиться. Нет, нет. Спасибо большое, Динар. Мне с вами всегда приятно говорить. Это, понимаете, умница всегда с двусторонним движением все-таки. А в общении не бывает так, что ты говоришь что-то такое, что интересно только тебе. Вот всегда должен быть заинтересованный слушатель, заинтересованный, умный, и вот которому хочется рассказать что-то особенное. И тогда все получается. Если при этом еще люди получат такое же удовольствие от разговора, как я получил от разговора с вами, то это будет еще попутный гад, который, мне кажется, будет важен. Спасибо большое. Я и так рад был с вами увидеться. Спасибо, Тахир Юсупович. Своих близких, всем большой привет в Казахстане. Я думаю, все вместе мы это одолеем. Спасибо. Тахир Юсупович, спасибо вам тоже. Хорошего карантина. Мы ждем от вас книг, потому что столько знаний, сколько есть у вас. Вы просто обязаны делиться. Тахир Юсупович. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока. Гули, спасибо большое. Где Гули? Теперь она должна выключить. Я живу. Где моя карантина? Гули, спасибо большое, Тахир Юсупович. Я вас люблю. Гули, спасибо большое за то, что были с нами. Так, ну все. Гули Базарова вышла. Тахир Юсупович тоже. Друзья, подпишитесь на Тахир Юсуповича в фейсбуке. Подпишитесь на Гули Базарову. Гули Базарова тоже очень крутой психолог. Она сколково руководит женским сообществом. Поэтому и поступайте в Московский институт психоанализа. Будете тоже. Не обязательно быть психологами, но для того, чтобы разбираться в своей жизни. Всем пока. Завтра у нас прямой эфир в 20.00 с Кайратом Адельгереем. Казахша-сувпад. Поговорим о чувстве юмора, как его развитие, вообще как правильно, знаете, как веселиться. И в 21.00 Шамиль Аляудин. Увидимся завтра.